когда-то и не так давно это было грузовик с телевизионными пряниками как-то переворачивался на телевизионных дорогах города магнитогорска была такая возможность по кабельному каналу делать передачи и не по пять минут и вот тогда я ставил эксперимент и показывал что самые раскрученные бренды в мире как то шеврон эгип и петро канады ни в чем не уступают другим чисто российским раскрученным брендом как-то брить с петровым мобил и шел вот мало того для сравнения брал обыкновенный лукойловский тестируемый агрегат с той же самой вескостью обыкновенную минералку вы знаете шарик замороженных маслах падал ровно с такой же скоростью теперь возможность экономить у вас еще и появилась вы уже поняли да что разница нет главное что было вязкость одинаковая экономить вполне реально при этом в качестве не экономия как это можно сделать очень легко можно приехать на вокзал вот видите люди приезжают сюда вот до вокзала доехали купили там себе в локомотиве допустим самое вкусное мяско и поехали по направлению движения поезда в москву и вот здесь на пересечении улицы бехтерева и вокзальной сегодня работают специалисты которые предлагают вам широчайший ассортимент масел возможность за какие-то копейки их поменять причем заменить все рабочие жидкости мало того завести вашу замороженную машину отремонтировать если что есть такая возможность и все это вы будете делать в абсолютно теплой обстановке потому что здесь чистота уюта комфорт два подъемника и возможность даже кость купить на халяву я полностью соглашусь с авторами передачей мужские штучки о том что масло менять надо не в гараже не у дяди васи не у дяди паши не у дяди миши хотя вот у миши циклова порекомендуем менять здесь на бехтер его 10 вот в такой обстановке сидим на диванчике наблюдая за то как паскают вашу ласточку кстати ласточку здесь настроят еще андрей загвоздки вот сейчас здесь комбинатором занимается там масло в работе я хочу чисто мужской напиток кофе со сливками вообще-то кофе со сливками обычно стоит 25 рублей здесь для тех кто меняет масло кофе абсолютно бесплатно вот такой серый сообщение имея настолько богатый опыт работы в качестве основного специалиста шелл центра допустим переработав тонны масла какие основные показатели мы можем говорить тем дилетантам которые еще не понимают что такое 5 в 35 40 ну самые основные это показатели это как бы вязкостные то есть 5 40 5 30 10 40 10 30 допустим зимой нужно лить вязкость чтобы была не ниже пятерочки 5 30 5 40 5 40 более стабильное масло для всех двигателей подходит для старых для новых я часто вижу допустим такой вариант что продается минералка которая имеет такую же характеристику 5 в 30 и если допустим сравнить будем ее синтетикой что получится ну в принципе минеральное масло 5 30 оно заведется точно так же как и синтетическое 5 35 40 единственное что у него качество чуть похуже присадок поменьше чем синтетики ну и цена естественно ну конечно она на порядок дешевле давайте по цене потому что есть бренды раскрученные в цену масла который входит реклама в том числе с михаилом шумахером есть бренды которые раскручиваются допустим на западе и вот сколько может стоить минералка сколько может стоить полусинтетика минимальная ценовая характеристика и сколько может стоить синтетика ну допустим синтетика если продается не оптом то цена у нее как правило меньше 250 270 рублей не должна быть синтетика настоящая есть цена уже ниже значит там налита не синтетика полусинтетика то и бывает хуже иногда льют даже минеральное масло ну полусинтетика ну полусинтетика порядка 180 рублей 150 180 но минеральное масло идет скажем так от 120 рублей если я имею ввиду импортные масла естественно вы работаете с большим количеством представителей это и бипи это петр канада и кастрол и эджип естественно это лукойл можно ли подобрать человеку подешевле но с тем же качеством с теми же хотя бы зимними характеристиками но зимними характеристиками конечно можно подобрать просто допустим на качественных маслах на шевроне там на кастроли вот можно ездить там допустим 10 тысяч то на лукойле на таком же масле но тысяч семь не больше как бы вот подобрать можно без проблем а если мы суммируем допустим пробег зимний 20 тысяч то есть человек может сэкономить и залить допустим ему подешевле получится лукойл тот же самый да вместо того чтобы залить дорогое масло и проехать ну те же две замены ну да в принципе то на то и получается что две замены лукойла получается одна замена хорошего дорогого масла при этом по пробег по лукойлу получится выше больше ну да по идее лукойл можно отъездить будет 15 тысяч за эти две замены она синтетики допустим на импортной 10 тысяч только мы всегда можем подобрать человеку подешевле то есть если где-то ну и денег не хватает а можно сюда приехать да конечно можно просто допустим в магазине надо будет покупать канистру 4 литра а в советские машины льется 3 литра вот литр остается в багажнике непонятно зачем упадет прольется там вот так и чисто уже комментарии специалисты во многом вот это пресловутая фраза угар она же зависит от стиля вождения человека если он ездит ну по пенсионерск как я допустим 60 километров в час по городу 90 за городом у меня и угара нету а есть те кто раскручивает до пяти до семи тысяч ну как правило масло расходуется основном по трассе когда обороты там больше трех с половиной четырех тысяч тогда масло соответственно угорает и масло еще расход масла зависит от скажем так минимум максимум есть на щупе если масло падает меньше серединке расход масла увеличивается что люди умеют делать в основном на сервисы да и что не умеют я сто процентов гарантирую что люди не все умеют поменять ремни грм я на 200 процентов уверен что ни одна девушка не поможет поменять свечки это такие вещи которые делать необходимо же это естественно конечно но это свечи это одно но вообще рекомендую перед зимой то есть это где-то осенью проходить полное техническое обслуживание то есть это замена естественно масла замена свечей и там ну все бы этом колодки то что то что положено но еще одно но люди почему всегда приезжают машину когда сломается они не очень понимают что надо машину вовремя обслуживать все очень просто надо обслуживать машину вовремя то есть все это делать ну вот доходит скажем так русская пословица пока петух не крикнет тогда русский человек то есть все те кто не заводились вот в эти морозы замечательные это что это не свечки и недостаточная зарядка батареи аккумуляторной да в данном случае да то есть люди которые ну скажем так автолюбители они вовремя просто свою машину не смотрят вот еще это касается любых аномарок не важно какая mercedes ни в коем случае не надо думать что любая машина какая-то там супер намороченная не ломается по моему опыту любая машина может сломаться поэтому надо всегда машину вовремя обслуживать и это будет проще и дешевле давайте 9 9 9 9 совет дадим если на морозе человек не завелся то есть что случилось в первом очереди в первую очередь что случилось это конечно качество бензина это раз во вторых если машина не завелась ну естественно аккумулятор то есть я не буду сейчас рассказывать такие нюансы это можно будет потом все найти на сайте ну и банальный вариант машина крутит стартер вращает машина не заводится свечкой залили через сколько мы сможем здесь в теплом помещении завести эту машину хорошем помещении в теплом хорошем помещении можно завести ну буквально минут 15 макс то есть если машина на механочке это на гусак из суда если на автомате это на эвакуатор из суда да конечно конечно завести можно легко абсолютно то есть есть определенные методы чтобы завести машину но при одном условии что человек который у которого встала машина то есть если он не запустил машину вот только при этом случае если она ездила нормально все и только встала при морозе то есть утром пришел не завел это завести без проблем но если он ездил где-то может у нее ремень порвался на ходу может быть если коробка автомат может коробка автомат для этого надо разбираться но в любом случае надо естественно скажем так машину приводить сюда на веревке можно ее продиагностировать в принципе потом уже рекомендовать ту или иную процедуру да конечно конечно и меня вот что беспокоит есть такая проблема что вот есть интернет да и есть дурные советы можно ли сделать в магнитогорске умные интернет ресурсы ближайшем будущем создается сайт он в ближайшем будущем я надеюсь что еще раз с вами свидимся ближайшем будущем будет создан сайт для магнитогорска где будет бесплатные советы значит рекомендации бесплатные если как для автолюбителей так и для профессионалов будет создан сайт на ближайшее будущее если ко мне часто обращаться значит найти такую-то информацию такую-то информацию там будет все выложено от производителей разных фирм скажем так и от профессионалов там будет все выложено то есть вот примеру мы берем 140 в 12 и не обязательно свечки то покупать можно 12 только вазовской поставить можно да можно ну для этого надо знать все таки кое-какую информацию можно можно такие чудеса возможны только в россии луна святые ну не святые а солнце январь месяц именно здесь во первых чудесным образом сэкономит вам денежные средства потому что нальют качественное масло и при этом предложат тот самый вариант если вы где-то нашли дешевле то мы предложим еще дешевле здесь чудесным образом заводились ваши автомобили тогда как другие специалисты завести их не могли при минус 25 потому что ну видели андрюха загвоздки это мой старый добрый друг нет нам 10 мы с ним знакомы бур больше 12 лет ровно столько сколько у меня ford taurus сегодня сейчас вы работники комбината которые путешествуют и не хотят стоять 6 часовой пробки вот доехали до химчистки направо повернули и пожалуйста тепло да настолько тепло что я могу биться об заклад нигде ни в одном сервисе такой теплой обстановки нет в реальном клиент может сидеть ну и в трусах в том числе но это только очень хороший клиент типа меня вот в остальном приезжаете сюда получаете максимум удовольствия за минимальные деньги кстати вот только что случился и такой факт человек приехал поменять колодки и колодки ему доставили представляете машина на подъемнике пока меняются масло привезли колодки ну как господа конкуренты сразитесь ли сервисом феникс который располагается здесь на вокзале ну по направлению в сторону города москва вот рядышком с вот этими двумя общагами шагами